Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Фреги Викинг. Всем хорошего настроения в этом видео. Поговорим с вами о Покале. Этот командир к нам пришел с последним выпуском пехоты. Выходило два пехотных командира Покал и Чок. Оба командира плотно заняли свои позиции в игре. Чок является хорошим полевым командиром. Покаль совместил у нас возможность применять его как в ралли и зашел в мету-ралли на пехоте. Действительно, наверное, Покаль сформировал на сегодняшний день единственную пару, которая может успешно применяться в различных ситуациях. Это пара Покаль-Хараль для ралли. И также в полевых битвах этот командир показывает очень хорошие результаты. Давайте поговорим о нем, посмотрим, что же он из себя представляет. Ставим лайкос и наслаждаемся данным видео. Всем хорошего настроения! В первую очередь я хотел бы поговорить с вами о навыках Покаля. По моему мнению, разработчики наделили его очень контрастными и разнонаправленными навыками. И это позволяет сделать достаточно балансного командира, который на дистанции боя будет выдавать нам и множитель урона, будет выдавать достаточно большое количество белого урона от обычной атаки в связках с другими командирами. Этот командир имеет плотность, этот командир уменьшает входящий урон, и этот командир раздает большое количество контратаки, когда его атакуют. Поэтому мне очень нравится Покаль, и давайте уже перейдем к его навыкам. Первый навык требует 1000 ярости, наносит урон. Навыкам текущей цели множитель урона 1300 при прокачке в 5. Естественно, это не какое-то прям очень большое количество множителей урона. Мы знаем, что есть и 2000 урона, есть там 1800 урона у некоторых командиров. Но здесь, в принципе, разработчики пошли как раз таки путем контраста. И дали в этот навык еще нам щит множителем 500. И получается то, что мы и наносим урон множителям, и также поглощаем часть входящего урона. Поэтому, в принципе, первый навык достаточно годный, достаточно рабочий. Далее переходим ко второму навыку. Пехота этого командира получает 30% к здоровью. Это, я считаю, очень хороший добор. 30% позволит вашему отряду дольше существовать. И как раз таки я ранее говорил, что Покаль у нас будет выдавать и большое количество множителей урона в различных связках и сам, и от второго командира. И будет выдавать большое количество урона от обычной атаки. Плотность именно в виде здоровья пехоты позволит нам быть на дистанции дольше и, соответственно, все это время наносить урон. Далее, следующая часть этого навыка, бонус скорости пехоты на марше 15%. Это тоже приятный бонус, который позволит вашему отряду быть более мобильным. И вторая часть этого навыка, она как раз таки, опять же, на контрасте, так как работает для совместной атаки. Когда этот командир начинает совместную атаку, весь носимый урон повышается на 5%. 5% бонуса ко всему урону, это очень хороший показатель, поэтому Покаль также будет за счет этого навыка бить более сильно по гарнизону соперника. И это будет зачастую приводить вас к хорошим отчетам. Далее, переходим к третьему навыку. При атаке на крепости города пехоты этого командира получает 40% к атаке при прокачке в 5. Хороший добор, 40%, позволит также наносить вам больше урона. Вторая часть этого навыка нравится мне меньше всего в целом у Покали. То есть из всех навыков, из всех эффектов, я считаю, что это, наверное, слишком ситуативный навык, но тем не менее, где-то он сработает полезно. При атаке на войска Покали командир получает шанс в 5%. При прокачке в 5 это будет вероятность 20%. Сбросить текущие эффекты замедления, отравления, утомления и другие ослабляющие эффекты. Назовем это одним общим словом, эффекты дебафы. Навык срабатывает не чаще раза в 10 секунд. И вот это как раз таки будет работать достаточно ситуативно, потому что 20% вероятности на срабатывание навыка это, в принципе, немало. Но перезарядка в 10% и за это время мы сможем получить достаточно много дебафов. Если мы, грубо говоря, имеем у соперника каких-то дебаферов, они за этот цикл будут накидывать нам, в принципе, хорошее количество дебафов. Где-то это сработает, где-то мы очистимся от дебафов, но тем не менее, я считаю, наверное, это самым таким скромным навыком у Покали. Но тем не менее, где-то он сработает и сработает, опять же, в хорошую сторону для вас. Далее, четвертый навык уменьшает весь получаемый урон на 10%. То есть это работает постоянно. И вторая часть у нас также работает на снижение урона. На карте снижает получаемый в окружении урон. По формуле снижение равно число окружевших врагов Х5. То есть число врагов засчитывается максимум 6. И четвертый навык, я считаю, очень сильным у Покали. Потому что, в принципе, он позволяет этому командиру получать меньше урона. Получаем меньше урона, дольше живем, опять же, наносим больше урона. И вторая часть этого навыка, когда мы получаем снижение урона в окружении, очень синергично будет работать с контратакой. А контратака у нас спрятана в экспертном навыке. И также есть у других командиров, с которыми можно поставить Покали. Речь, в первую очередь, идет, конечно же, о Харальде, потому что это самая лучшая вариация Покали. Экспертный навык. Войска этого командира наносят на 20% больше урона контратакам и получают на 5% меньше урона из всех источников в течение 3 секунд после применения активного навыка. Эффект срабатывает не чаще раза в 5 секунд. То есть здесь мы даем 20% контратаки. То есть контратака возрастет на 20%. В Харальд, к примеру, у нас также имеет бонус контратаки. И также в этом навыке мы еще снижаем входящий урон. Поэтому, в принципе, для Сворма Покаль не самая лучшая цель. Потому что он будет и снижать урон, и раздавать больше урон. Тезисно по навыкам Покаль. Я, как и говорил в начале этого видео, очень контрастные навыки. Они очень разные, но в общей картине они дают хорошую синергию именно с навыками Покаля и с навыками других командиров, которые хорошо подходят в пару для Покаля. Поэтому я считаю этого командира очень удачным. И не зря он зашел у нас в ралли мету и также в поле выдает очень хорошие результаты. Как я и говорил раньше, это самая лучшая вариация с Харальдом. И этот командир в поле просто, ну, давайте скажем так, не самая приятная цель, когда мы начинаем ее атаковать. Что касается ралли. В целом Покаля работает у нас очень хорошо против многих гарнизонов. Единственное, что не очень хорошо работает, ну, вообще, давайте скажем так, не работает против новой лучницы. Это Амани в связке с Артит. Естественно, это Луки, это Контр-класс. И они очень хорошо разбивают Покаля. В других ситуациях, то есть против метового гарнизона на сегодняшний день, это Зиноби, Лисусинь, Покаля идет очень хорошо. То есть там нет сверх какого-то большого урона. Как, например, в связке Санью и Чандра, которые хорошо пробивают Зиноби с Лисусиньем. Но здесь есть у нас другой большой, я бы сказал, огромнейший плюс, который перечеркивает вот этот недочет количества урона от связки. Это то, что у нас Покаль с Харальдом очень плохо сформится. И это ралли может работать в условиях неконтроля поля. То есть если вы не контролируете поле, вы можете запускать отряд Покаль-Харальд. И, соответственно, если будете хотя бы просто поддерживать количество войск в ралли, ваш соперник, если будет свормить это ралли, он будет получать очень неприятные отчеты. Если он не будет свормить это ралли, вы будете просто упираться в гарнизон с Зиноби или Сусиньем. Там уже будет выигрывать тот, кто лучше подкрепил, соответственно, либо гарнизон, либо ралли. Поэтому на сегодняшний день ралли Покаль-Харальд является очень необходимым. Потому что в определенных условиях без него просто не обойтись. Давайте поговорим о талантах Покаля. И на сегодняшний день у меня нет Покаля. Это мой второй аккаунт. На основном аккаунте тоже нет Покаля. Потому что, в принципе, я не являюсь ралли-дилером. И хочу сказать так. Если вы прокачали себе Харальда и хотите лучшую связку, естественно, вы можете прокачать Покаля. Но я бы это делал только при том условии, что вы являетесь ралли-дилером. Я играю в очень сильном королевстве. Там много аккаунтов, которые по прокачке ВИПа, по прокачке обмундирования на командиров, по прокачке Академии в КВК намного меня выше. Поэтому, естественно, они будут занимать у нас позиции ралли-дилеров. И также вторая, так скажем, причина, почему я не прокачал Покаля, это то, что у меня на основном аккаунте есть фуловый Мартел. Есть фуловый Харальд, есть фуловый Мартел. И это очень хорошая вариация, так скажем, очень хорошая альтернатива связке Покаль-Харальд. Да, наверное, Покаль-Харальд будут лучше выглядеть в поле, но, тем не менее, фуловый Мартел прокачан. И если я сейчас потрачусь на Покаля, положу очень много голов для прокачки на фул, соответственно, просто Мартелла посажу на скамейку запасных. И, в принципе, ралли мне нужно, по большому счету, только для Ковчега-Сириса. Там я обхожусь пока без Покаля. На тех оборотах, на которых играет наша команда, играют очень хорошо. В принципе, мне хватает ралли Александр-Харальд. И в Ковчеге-Сирис этого достаточно для тех целей, которыми я там занят. Касаемо талантов. Одна прокачка покажу на примере Ричарда, потому что Ричард как раз-таки имеет у нас схожие ветки по ветке пехоты и по ветке защиты. И здесь я предложу вам вот такую вариацию. Во-первых, мы прокачиваем фул ветку защиты. И идем в отчаянную молитву. Когда я записывал гайды, когда другие, наверное, ютуберы также делали гайды на командиров защитной веткой, зачастую мы отказывались от отчаянной молитвы. Дело в том, что работа молитвы в поле, именно если мы воюем в поле, она не очень-то полезная. Когда в отрядах этого командира остается 30% воинов, они получают 25 единиц ярости от каждой обычной атаки. И когда наш отряд уже упал в 30%, в целом этот бонус будет работать, ну давайте скажем так, ну не сверх прям полезно. И вам, скорее всего, либо нужно пойти обновить отряд, либо же вы не успеете это сделать. И все равно, что с этим бонусом, что без этого бонуса, вы уже потеряете свой отряд. Если у вас нет возможности уйти на Reinforce. А вот с ралли как раз-таки другая ситуация, потому что когда мы делаем ралли, и именно количество пачки ралли-дилера у нас проседает до вот этих вот заветных 30%, но при этом ралли также подкрепляется, оно имеет полную загрузку. Этот навык будет, вернее этот талант будет срабатывать. Поэтому прокачка отчаянной молитвы для ралли, для покаля необходима. Далее мы идем по ветке пехоты, по классике заходим держать оборону, и по правой ветке забираем дополнительную ярость вот с этой точки. Вопрос, касаемый железного копья. Если вы в первую очередь используете покаля для ралли, прокачка железного копья вам будет необходима только в случае, если вы натыкаетесь на гарнизон с едвигой. Поэтому его нужно в принципе прокачивать. Здесь просто я раскидывал билд, чтобы показать вам наглядно, в чем же разница. То есть если мы работаем по гарнизону с едвигой, то нам этот талант даст очень хорошее преимущество. Если не работаем, то в принципе можем от него отказаться. Но я бы, наверное, порекомендовал его прокачивать взамену как раз таки баланса. Здесь баланс прокачан в двойку, мы можем от него отказаться и прокачать железное копье. Ну, давайте скажем так, если прям для ралли направления прокачать его в тройку и, например, отказаться от одного поинта вот в неукротимой ярости. И здесь действительно вы будете против едвиги, против конного гарнизона получать очень хороший буст. Но опять же, прокачка ситуативная, как вы используете, некоторые точки вы можете варьировать между собой. И что касается поля, здесь, конечно же, отчаянная молитва нам, наверное, не очень-то подойдет, как я и сказал ранее. Но прокачивать покаля только для поля, в принципе, можно. И если вы это сделали, просто отказывайтесь от отчаянной молитвы, забирайте полностью железное копье, забирайте баланс и на остаток добирайте что-то с ветки пехоты. Например, вот эту точку, либо же еще немножко, если у вас останется с 5 очков, а у вас, в принципе, не останется. То есть, если вы 5 очков здесь потеряли, сюда вы добавите 1, сюда добавите еще 3 на железное копье и сюда, в защиту пехоты, 1 очко у вас уйдет и, в принципе, на этом вы раскидаете полностью все свои таланты. Вот примерно по такой логике я рекомендую вам прокачивать покаля. Также есть другая вариация использования, так скажем, поочередно покаля для ралли и для поля. Мы можем отказаться, в принципе, от использования покаля первым командиром и ставить, например, Харальда первым в поле, покаля использовать вторым командиром, чтобы каждый раз не сбрасывать нам наши таланты. А вот для ралли мы будем как раз-таки делать ту прокачку, которая нам более приоритетна, как я и сказал, то есть железное копье, минус баланс, фулл отчаянная молитва и, соответственно, фулл держать оборону. И уже для ралли ставить покаля первым, Харальда вторым. В принципе, это тоже вариант. Да, вы где-то, наверное, немножечко потеряете, потому что мне больше нравится использование командира первым в связке с Харальдом, командира, который имеет защитную ветку, что Мартел, что Покаль. Но, тем не менее, в принципе, здесь вы будете плюс с точки зрения того, что вам не нужно будет каждый раз сбрасывать таланты. И давайте еще поговорим немножко про связки с Покалем, помимо Харальда. То есть, если Покаль Харальд, это у нас лучшая вариация для этих командиров, но также, в принципе, если вы Харальда не прокачали, либо задействовали в какой-то другой связке по своему усмотрению, вы можете много куда поставить Покаля. Если у вас нет Леонида, вы, в принципе, можете поставить Покаля под Гуаня, и это будет совершенно хорошая рабочая связка. Покаль даст ту самую плотность, разгоны, даст контратаку при сформе, и, в принципе, Гуань будет работать неплохо. То есть, это альтернатива. Если у вас нет Лео, там, есть Александр, но вы куда-то задействовали в другую связку, например, можете поставить там связку, там, Александра к Ричарду, Гуаню поставить Покаль. Но это, опять же, есть только такие условия, что вы прокачали вот так командиров, у вас нет там Харальда, нет Леонида. Другая вариация, очень интересная, в принципе, это, наверное, Покаль с Леонидом. Тоже будет очень плотная связка, небольшое, ну, среднее количество урона по области от Леонида. Очень много будет белого урона, и связка будет просто вгрызаться в цель, и по аналогии там от Тилотекеда, грубо говоря, постоянно вваливать большое количество белого урона. Плюс еще будет сверху нюк залетать. Хорошая вариация, интересная будет с Мартеллом. Здесь, за счет контратаки, так как у Мартелла также очень много контратаки, с Покалем Мартелл будут, ну, просто очень жестко принимать сворм. Очень жестко. Потому что, например, в аналогии со связкой Покаль-Харальд, Мартелл у нас все-таки дает намного больше плотности за счет щита, за счет статов, которые он со второго навыка закидывает. И мы будем иметь очень плотную связку, которая будет хорошо стоять. И как раз-таки, если мы просто вгрызаемся в цель, мы будем наваливать достаточно много белого урона. Если будем принимать сворм, то будем раздавать за счет контратаки. Тоже хорошая вариация. Можно поставить с Ричардом. Тут немножечко будет иная ситуация. Мы, так скажем, больше будем поддерживать количество войск в связке, но при этом, так скажем, не будет такого количества контратаки и не будем давать такой плотности связки по сравнению с Мартеллом. С Чоком Покаль тоже будет работать хорошо. И в целом, наверное, рассказываю я вам вот это. Ну, не то чтобы зря, но это достаточно очевидно. Потому что, как я и сказал, Покаль очень балансный командир, который имеет плотность, имеет понижение входящего урона, имеет много контратаки и в целом работает он очень-очень хорошо во многих пехотных связках. То есть везде, в принципе, он будет балансить связку. Вот за счет своих контрастных навыков. Но, как я и сказал, лучшая вариация, естественно, Покаль-Харальд. Для Ралли и для Поля это будет самое лучшее, что вы можете придумать для этих двух командиров. На этом я буду заканчивать. Надеюсь, это видео вам понравилось. Рассказал вам все, что знаю о Покале. Не забывайте ставить лайкос. Скоро увидимся.